Начать палаточный бизнес теперь непросто. По новым правилам предприниматель должен сначала подать заявку на участие в аукционе и выкупить торговую точку. Изменения коснулись и внешнего вида павильонов. Те палатки, которые будут, они единого образца, они стандартные, соответственно, они удобные. Они будут облик города улучшать и дополнительное удобство для жителей города. Создадут это самое основное. Удобство оценили и работники таких палаток. Она очень удобная. Во-первых, она светлая, уютная. Игроки могут войти, как говорится, в тепле находятся. Мне удобно. Мне очень нравится здесь. Первые аукционы провели еще в мае. По закону, предприниматели есть полгода, чтобы поменять старые торговые палатки на новые. Согласно схеме расположения, в Туле их должно быть порядка 700. Но пока аукционы прошли только на 100 торговых точек. Здесь фигурирует и цена таких объектов. Не все готовы единовременно выложить определенную сумму. Сегодня мы уже имеем запрет на продажу пива на остановках. С 1 января будет такой запрет распространяться на все киоски. Некоторые предприниматели сворачивают свою деятельность, закрывают свои объекты. Ужесточение законов в отношении мелкорозничной торговли не означает, что она полностью исчезнет. Наведение порядка сделает малый бизнес легальным. А предприниматели, отказавшиеся от торговли алкоголем и сигаретами, наверняка найдут не менее выгодный товар. Максим Круглов, Артем Беседин, Юрий Вавилов, ТВ-центр Тула.